Надымский городской совет народных депутатов исполнительный комитет решение от 23 августа 1985 года номер 214 об открытии вечерней школы общего музыкального образования на самоокупаемости. Исходя из постановления Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза о мерах по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений с целью улучшения музыкально-эстетического воспитания, культурно-просветительной работы, организации досуга учащихся и рабочей молодежи, руководствуясь приказом министра культуры Советского Союза номер 15 от 11 января 1965 года исполком Надымского городского совета народных депутатов решил открыть с 1 сентября 1985 года вечернюю школу общего музыкального образования на самоокупаемости. На базе оркестрового отделения школы организовать детский городской духовой оркестр, утвердить общую численность учащихся школы на 1985-86 учебный год 60 человек. Председатель горысполкома Александр Васильевич Рогачев. Первый директор школы общего музыкального образования Владимирский Владислав Михайлович, талантливый педагог и организатор, руководитель духового оркестра. Это была первая школа в Ямалоненецком автономном округе на самоокупаемости. В 1987 году открыто новое отделение – хореографическое. В дальнейшем добавились отделения с индивидуальным обучением, игре на фортепиано, скрипке, народных и эстрадных инструментах. Статус детской школы искусств присвоен в 1997 году. С 1989 года школу возглавляла Куркова Светлана Владимировна, выпускница и воспитанница преподавателей Владимирских Валерии Георгиевны и Владислава Михайловича. В разные годы ученики достойно представляли Надымский район, многократно становились призерами фестивально-конкурсных мероприятий различного уровня. За их победами стоят настоящие мастера и профессионалы своего дела. Князева Людмила Николаевна, Горбунова Фаина Николаевна, Велиев Александр Иосифович, Петрук Зинаида Васильевна, Корнеева Ольга Владимировна, Севрюков Александр Иванович, Семенова Любовь Федоровна, Чишенко Елена Константиновна, Минина Татьяна Владимировна. За всю историю школа выпустила более 800 учащихся. Некоторые продолжают обучение в высших учебных заведениях в городах Тюмень и Санкт-Петербург. Выпускники преподавателей Князевой Людмилы Николаевны, Петрук Зинаиды Васильевны, Корнеевой Ольги Владимировны, Бондаренко Татьяны Викторовны, Мининой Татьяны Владимировны работают в музыкальных и общеобразовательных школах города Надыма. Это Ольга Мурзина, Ольга Безуглая, Ксения Ядны, Ирина Анисимова, Наталья Шанаурина. С 2011 года детскую школу искусств возглавляет Сафронова Эльвира Салаватовна. На сегодняшний день на пяти отделениях обучаются более 400 мальчишек и девчонок. Преподаватели и учащиеся – творческие люди с активной гражданской позицией. С 2011 года школа реализует социальный проект «Время творить добро», в рамках которого прошли благотворительные концерты студии эстрадного мастерства «Выше Радуги», академического коллектива вокально-инструментального ансамбля преподавателей «Гармония», детского хора «Журавушка», хореографического ансамбля «Эврика», инструментального ансамбля преподавателей, ансамбля «Скрипачей», фольклорного ансамбля «Потешки» и вокально-инструментального ансамбля «Надымская слобода». На собранные денежные средства оказана помощь семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, старейшему ветерану Великой Отечественной войны, на постройку храма-часовни имени святого благоверного великого князя Александра Невского. С приходом молодых специалистов ряды творческих коллективов школы пополнили ансамбль духовых и ударных инструментов «Нордбенд» и духовой оркестр преподавателей. Сегодня, продолжая добрые традиции, школа живет яркой и насыщенной жизнью, активно участвуя в культурно-массовых мероприятиях Надымского района. В юбилейный год мы от всей души желаем преподавателям и ученикам новых творческих побед и свершений.